Добрый день в эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. В город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в Шушу отправились 38 семей и 136 человек. Досторонние армяно-азербайджанские переговоры являются самым оптимальным в достижении мирного урегулирования отношений, поэтому нет никакого смысла в сохранении минской группы ОБСЕ, которая 30 лет вела безремитативные переговоры. Об этом заявил глава ДМИД Азербайджана Джейхун Байрамов. В Нью-Йорке начался уголовный процесс против проармянского сенатора Роберта Менендеса, которого обвиняют в получении взяток в обмен на политические услуги, а также в работе иностранным агентам в интересах Египта и Катара. Полицейские задержали около 50 человек в ходе акции протеста в Новой Каледонии. На территории столичной агломерации Нюнея временно закрыты учебные заведения. С 18.00 до 6.00 введен комендантский час. Запрещаются любые собрания. Азербайджан расширяет торговые отношения с Италией от нефти и газа к продукции аграрно- и реальным секторам. В то же время итальянским компаниям будет выгодно ввести бизнес на освобожденных территориях Азербайджана. А на будущий КОК-29 в Баку отдельной темой Италия представит тему развития зеленого сельского хозяйства. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэ Юэ. Также глава государства во время приема делегации во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской республики Яном Боргом, сказал, что настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты. Глава государства отметил, что хотя вопрос устранения последствий военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских земель стоял на повестке дня ОБСЕ с момента создания этого института, ни эта организация, ни механизм сопредседательства Минской группы ОБСЕ ничего не предприняли для устранения последствий конфликта, освобождения азербайджанских территорий от оккупации, возвращения вынужденных переселенцев. Президент Почехмон, что Азербайджан благодаря своей воле и силе положил конец оккупации, обеспечив территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами и принципами международного права уставом ООН. Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг проинформирован о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. По итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку в стороны провели совместную пресс-конференцию. Говоря о деятельности ОБСЕ, вызовах, с которыми сталкивается организация, Байрамов заявил, что некоторые институты ОБСЕ утратили функциональные способности, а Минская группа ОБСЕ за 30 лет своей деятельности не внесла никакого вклада в решение Азербайджана-армянского конфликта. Министр также подчихнул, что Азербайджан очень позитивно воспринимает последнее развитие отношений с Арменией. Достигнутые договоренности по деримитации границ он назвал историческими. Главное, не термейш. Для того, чтобы вносить свой вклад по другим направлениям, основываясь на конкретной нужды. Действует программа сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, в рамках которой есть большой потенциал в осуществлении проектов в таких сферах, как очистка освобожденных территорий от Мин и неразорвавшихся боеприпасов, усиление кадрового потенциала для возвращения на свои земли бывших вынужденных переселенцев, изучение состояния окружающей среды, а также кибербезопасность. Ну а тему обсудим с гостем. У нас на связи политолог Рауф Раджабов. Рауф Малим, здравствуйте, добрый день. Добрый день, Рауф Малим. Ну вот, как сказал Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом, большой ли или маленький это шаг, мы узнаем только в конце процесса, но скажу, что это важная часть процесса. Конец цитаты. Вот если говорить о том, какой процесс был до этого, то как можно дать оценку этому процессу? Как, насколько продвинулись две страны в урегулировании отношений? Дело в том, что 30 лет это совершенно немаленький срок для того, чтобы авторитетная международная организация в лице ОБСЕ не способствовала продвижению мирной повестки и поиска пути решения этой самой проблемы. В большом сожалению, 30 лет они прошли, и прошли они-то настолько не просто быстро, а неэффективно. А ведь у ОБСЕ на самом деле были реальные инструменты. Я не говорю о председательствующем Мальте, 24-й год, председательствует государство Мальта, и поэтому в данном случае обвинение не в адрес Мальты и действующего председателя ОБСЕ. Дело в том, что у ОБСЕ была возможность привлечения государств, государств, которые выполняли миссию сопредседателями миссии группы ОБСЕ, и одновременно они же, эти самые же государства, входили в пятерку постоянных членов СССР Безопасности ООН. То есть была уникальная возможность. Четыре принятые резолюции СБО в 1993 году и страны, входящие в ОБСЕ. Это те самые же СССР, Франция, Россия и так далее. Но, к большому сожалению, ни одна страна, которая председательствовала в ОБСЕ, так и не сумела наладить этот самый механизм, чтобы страны, председательщи миссии группы ОБСЕ реализовали те самые четыре резолюции СБО. Тогда бы на самом деле уже не надо было просто решать вопросы поэтапный вариант или пакетный вариант, или общего государства. Это было три модели урегулирования, которые шла дискуссия, а точнее софистика вокруг этих трех вариантов урегулирования. Были четыре резолюции, но они не были реализованы. И именно из этого исходят заявления и президента Азербайджана господина Хамалиева, и главы МИД Азербайджана Дзеяхуна Байрамова об упражнении миссии группы с тем, чтобы ни одна из, скажем так, в кавычках, заинтересованных стран не использовала этот механизм в ущерб мирному процессу. Потому что будут такие попытки. Именно до ноября месяца, когда и ожидается подписание мирного договора, будут попытки так или иначе влиять, но негативно. Влиять на двухсторонний процесс Азербайджана-Армянский. И поэтому, естественно, что этот институт, а уже он стал рудиментом, он должен быть убран. В противном случае, попытка воздействия миссии группы ОБСЕ. Ну, понятно, что украинская война полностью разделила местную группу на две части России с одной, Франции с другой. Совмещение этих двух плоскостей абсолютно невозможно. Это война. Ну, зачем для Азербайджана и Армении, для всего Южного Кавказа привнесение этой самой войны сюда к нам? У нас и так есть вопросы, которые необходимо решать, и мы решаем сами. Рафа, ну вот, Минская группа ОБСЕ состоит из трех стран. Это США, Франция и Россия. И две страны, США и Франция, всегда занимала однобокую позицию. Именно, ну, вы знаете, о какой позиции мы говорим. Вот как можно оценить вот эту однобокую позицию, вот если сейчас, после встречи в Алматы, между Дрехунбайрамом и Аратом и Мирзаяном, вот эти страны начали поддерживать встречи один на один? Вы знаете, дело в том, что рук отмели и США, и Франция, и в целом ОБСЕ, и в первую очередь Минск, и группа ОБСЕ, но уже в таком измененном составе необходима история успеха. Истории успеха у ОБСЕ нет. А ведь, если посмотреть, это 57 стран. Это Южный Кавказ, это страны Центральной Азии, это Европа, это Северная Америка. Но где был успех достигнут? Нигде. Карабах. Ну, уже понятно, что его уже нет. Все решены. Вопрос. Приднестровский комплект. Южная Осетия и Абхазия. Возьмите, к примеру, балканские баталии. Но там была применена сила НАТО, и именно принуждение к миру, и решили все вопросы. Там не было механизма ни групп, ни ОБСЕ и так далее. Не было никаких изолюций. И вот, если уж брать историю, так называемую, не успеха минской группы ОБСЕ и США, Франции, не в последнюю очередь. Ведь они что предлагали? Они предлагали, чтобы Азербайджан согласился на, первое, предоставление, в принципе, независимого суверенитета Карабаху. Отказ от Калибаджарского района, отказ от Лашинского района. То есть, Азербайджан в этой конфигурации, которую предлагали все эти годы, до 2020 года, предлагалась именно эта модель, чтобы Азербайджан отказался от своей территориальной целостности. То есть, вопреки Уставу ООН, вопреки международному праву, вопреки четырем резолюциям СБООН, они предлагали Азербайджану в одностороннем порядке отказаться от своей территориальной целостности. И за счет азербайджанских интересов, за счет азербайджанской территориальной целостности, предлагали решить этот конфликт. Это не то, что несправедливо, это не то, что цинично, это даже нереал политик. Это времена колониализма прошедших веков. И наш президент-победитель, господин Ихам Алиев, решил эту проблему. Именно за счет воли азербайджанского народа и умения нашей армии. Этого конфликта нет. Поэтому они сегодня поздравляют, они сегодня все в унисон считают, что все прекрасно, давайте. Но они хотят и быть рядом с историей успеха. Успех. Потому что он уже есть успех. Комплект решен. Именно в рамках территориальной целостности. И вот этот успех сегодня все стараются перетянуть от дела на себя. Как можно подумать, что все они принимали участие в этом самом успехе. В то время, когда они не принимали участие и делали все возможное, чтобы этого успеха Азербайджан не добился. Но Азербайджан добился этого успеха во главе со своим верховым командующим господином Ихам Алиевым. Да, действительно, Раф, как заявил Джейхун Байрамов сегодня на пресс-конференции. Вот эти прошедшие договоры в Алматы, он оценивает позитивно. И касательно переговоров, переговорного процесса вокруг мирного договора, он также добавил, что с февраля возобновились интенсивные переговоры. Вот сейчас, Раф, без присутствия ОБСЕ и третьих сторон, как будут продвигаться переговоры один на один между Азербайджаном и Арменией? Буквально 16 мая, буквально через два дня в рамках межпарламентской ассамблеи в Женеве будет встреча спикера нашего парламента и спикера армянского парламента. То есть, Сахиба Кафарова будет встречаться Саленом Симоненом. То есть, это тоже продолжение всего этой модели один плюс один. Азербайджан, Армения, без третьих стран, без чьих-то интересов, которые именно противопоставляют с нашим интересам. У нас есть ли национального характера интересы и регионального Южного Кавказа, но у них это интересы геополитические. Они абсолютно не вмещаются и не вмещаются в рамки конфигурации наших интересов. Поэтому мы продвигаемся нормально. Были встречи два дня в Алмате. Проходит делимитация, демаркация в районе Казахского района на условно-забыденно-армянский границ. Там тоже работа идет независимо от реваншизма и реваншистов, которые хотят дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Армении. Этот процесс уже необратим. Все должны просто понимать, что один плюс один формат Азербайджана-Армения, он необратим. Именно за счет воли и стойкости и последовательности господина Ильхама Алиева, эта модель была принята за основу. И США, и Франция та же, хотя стрепя зубы, Россия, Евросоюз в целом и все другие организации и так далее, они уже полностью согласились именно на эту модель. И самое главное, что в основе мирного проекта, проекта соглашения, заложено пять принципов, которые были разработаны в Азербайджане, Азербайджанам, они заложены. То есть практически сегодня нет уже тех таких серьезных углов, которые могли создать проблемы для Азербайджана и Армении. Сегодня только лишь требуется одно. Последовательный стран, то есть Азербайджан и Армении. Ну, Азербайджан, он всегда последовательный. То есть тут есть риск какой-то дестабилизации, которая может повлиять. Хотя я не думаю, чтобы в Ереване ситуация вышла из-под контроля и могла негативно сказаться. Кстати, очень примечательно, что даже реваншисты уже заявили о том, что если они там что-то сделают, то им придется придерживаться мирной повестки и нынешней конфигурации переговоров. То есть и они уже принимают эту модель за основу, потому что другого не будет. И другое – это потери армянской государственности. Но это уже совершенно другая игра. Спасибо большое, Азербайджан. Спасибо за подключение, за ваши ответы. Я напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был политолог Рауф Раджапов. Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в освобожденный город Шуша. На данном этапе в культурную столицу возвращаются 38 семей в составе 136 человек. О том, как реализуется программа Великого Возвращения в следующем материале. 14 мая из городахского района города Баку в Шушу выехала группа переселенцев, состоящая из семей, временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных районах республики. Согласно информации, предоставленной Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сегодня в Шушу переселится 38 семей в составе 136 человек. Из них 10 семей, проживающих в Бординском, Акджебединском, Самохском, Загатальском, Исмаильском и Ахдашском районах, отправятся в путь из своих временных населённых пунктов. «Мы счастливы, что возвращаемся на свою малую родину. Мы благодарны главнокомандующему нашей армии Ильхаму Алиеву, нашим героям и ветеранам за победу, которую они нам подарили. Два моих брата погибли, защищая Азербайджан. Мой сын же является ветераном войны. И я надеюсь, что отныне всё будет становиться только лучше». В результате военной агрессии армянских вооружённых сил с 1988 года были оккупированы 20% азербайджанских земель. Территория Карабаха и прилегающих к нему семи районов. Из близлежащих районов Карабаха более 600 тысяч человек были насильно изгнаны с постоянных мест проживания и временно переселены в 62 городах и районах республики. «Мне было 16 лет, когда в 1992 году я был вынужден покинуть родную Шушу. После прибытия в Баку я долгое время не мог прийти в себя. Да, я по-прежнему был в Азербайджане, но мой дом остался в Шуше. Сегодня мне 48 лет, и я благодарен нашим героям за то, что имею возможность вернуться домой». Согласно предстоящему плану, в рамках программы «Великое возвращение» в освобождённый Карабах и прилегающий к нему районы планируется переселение 140 тысяч человек. Реализация первого этапа программы планируется до конца 2026 года. Также в освобождённой территории в данный момент реализуются проекты по интеграции гидроресурсов в систему водного хозяйства страны. Тему продолжит моя коллега Салатан Мирзаева в выпуске экономических новостей. Добрый день, Салатан. Добрый день, РУФАТ. Это важная часть большого возвращения. На сегодняшний день реконструированы три водохранилища в Изулинском районе. Более подробно прямо сейчас. Азербайджан активно проводит комплексные мелиоративно-иригационные мероприятия на освобождённых территориях. В частности, на территории Физулинского района в русле реки Кёндаланчай реконструированы три водохранилища. Корреспондент Сибиси Нармина Ханбабаева ознакомилась с проведёнными работами. Запасы поверхностных вод в Карабахе составляют 25% от всех запасов в Азербайджане. Сегодня в этом регионе активно восстанавливаются водохранилища. Среди них и комплекс водохранилищ Кёндаланчай, восстановление которого сыграет важную роль водоснабжения этого региона. В рамках комплексных мероприятий по восстановлению дооккупированных территорий Азербайджана проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы. В сфере использования водных ресурсов реки Кёндаланчай важное значение имеет приведение установок и механического оборудования плотины в стабильный рабочий режим и нормальное состояние для дальнейшей эксплуатации. В настоящее время выполнен ряд восстановительных работ на водохранилище Кёндаланчай-1. Его общий объем 3,9 млн кубометров. Оно было введено в эксплуатацию в 1962 году. А введенное в эксплуатацию в 1951 году водохранилище Кёндаланчай-2 имеет общий объем воды 2,1 млн кубометров. На введенном в эксплуатацию в 1980 году водохранилище Ашагы Кёндаланчай общей емкостью 9,5 млн кубометров восстановлено обрушившееся каменное покрытие. Установлена дренажная система, контрольно-измерительные приборы и многое другое. В Физулинском районе сейчас действуют 4 водохранилища. И по словам представителя госагентства, водные бассейны способны обслужить 6300 гектаров сельскохозяйственных площадей на территории района. Италия и Азербайджан обсуждают возможности углубления сотрудничества в производстве продуктов питания. Являясь важным торговым партнером Азербайджана, Италия выражает готовность поддержать развитие аграрного сектора и цепочки добавленной стоимости. Азербайджан и Италия на пути к лучшему производству продуктов питания. Этой теме посвящено мероприятие, организованное в Баку итальянским торговым агентством и агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана. Целью встреч предпринимателей двух стран является продвижение экспорта и привлечение иностранных инвестиций. Сегодня Азербайджан стремится расширить торговые контакты с Италией. При этом развитие аграрного сектора и внутреннего производства имеет особое значение для совместной работы. А с точки зрения создания производств итальянским компаниям будет выгодно осуществлять свою деятельность на освобождённых территориях Азербайджана. Сегодняшняя встреча повлияет на дальнейшее расширение отношений. Италия является важнейшим торговым партнёром Азербайджана. Наша основная продукция – нефть и газ. Наша миссия и главная задача – укрепление торговых связей. Развитие сельскохозяйственного сектора и цепочки добавленной стоимости являются для нас одной из важных целей. Правительство Азербайджана предлагает различные механизмы поощрения, главным из которых является Фонд развития предпринимательства. Эта структура предоставляет выгодные льготные кредиты бизнесу. Верю, что Италия обеспечит применение своего оборудования в Азербайджане. Отмечено, что опыт Италии важен для использования современного оборудования азербайджанскими компаниями. В республике принимаются меры по диверсификации экономики, то есть развитию ненефтяного сектора. И усиление аграрной отрасли является одним из основных способов достижения этой цели. Кроме того, Италия сегодня является ведущим торговым партнёром Азербайджана. «Между нашими странами есть много общего. У нас благоприятный климат. Мы с давних времён развиваем виноградарство, животноводство. Взаимный обмен опытом будет полезен нашим государствам. Аграрная сфера играет важную роль в ВВП Азербайджана. В этом секторе занята большая часть населения страны. Растут и инвестиции в агросектор. Мы готовы содействовать этому развитию путём поставок современных технологий, машин и оборудования. Это также важно с точки зрения защиты окружающей среды, что имеет особое значение для Азербайджана, который принимает КОП-29». По словам представителей итальянского бизнеса, теме развития зелёного сельского хозяйства будет уделено повышенное внимание на предстоящей в Баку климатической конференции ООН. Однако стоит отметить, что сотрудничество двух стран этим не ограничивается. «Приоритетом итальянского торгового агентства является создание более производительной промышленности не только в машиностроении, но и в области переработки продукции. Мы хотим обменяться опытом и найти больше партнёров. В этом и заключается смысл данной миссии. Мы стремимся наладить крепкие отношения, достичь поставленных целей и развивать наше сотрудничество также и в других сферах». В мероприятии наряду с представителями профильных государственных структур, местных органов власти и международных финансовых институтов участвуют 12 итальянских компаний, занятых в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности и около 100 азербайджанских бизнесменов. Бизнес-форум продолжится встречами предпринимателей в формате B2B. В Баку прошла встреча представителей туристической отрасли Азербайджана, которые обсудили подготовку к летнему сезону и другие актуальные вопросы. В дискуссиях участвовали представители государственного агентства по туризму, туроператоров, туристических компаний, авиакомпаний и других заинтересованных сторон. В ходе 4-й Генеральной ассамблеи Азербайджанской ассоциации туристических агентств на тему подготовки к летнему сезону участники мероприятия обсудили развитие сотрудничества между государственным и частным секторами, расширение связей с субъектами отрасли, продвижение туристических возможностей страны на внешних рынках, а также повышение привлекательности и качества услуг. Глава аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов отметила роль специализированных общественных объединений и всей индустрии в целом в организации сотрудничества между государством и бизнесом, установление активных и оперативных связей с отраслью. Госагентство по туризму постоянно поддерживает ассоциацию туристических агентств Азербайджана, а также деятельность таких ассоциаций, действующих в индустрии туризма, а также расширение сотрудничества госагентства с участниками отрасли по ряду важных направлений. Это в том числе регулирование туризма, улучшение деловой и инвестиционной среды, создание туристических продуктов и маркетинга, укрепление важных для развития связей. В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик о деятельности и достижениях ассоциации за последние два года. Председатель правления ассоциации Гёйданис Гахраманов также рассказал о работе структуры, которая объединяет 170 туристических компаний. За четыре месяца этого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 40%. А учитывая начало летнего туристического сезона и проведение ряда крупных международных мероприятий в ближайшие месяцы, ожидается, что до конца года рост числа гостей сохранится. Гахраманов выразил надежду, что к концу 2024 года страну посетят около трёх миллионов туристов, что позволит восстановить допандемийные показатели индустрии. В 2019 году у нас было чуть больше трёх миллионов туристов. Я думаю, что мы до конца года дойдём до этих цифр. Очень хорошая динамика идёт в этом направлении. И также наши граждане, которые путешествуют за границу, мы замечаем, что идёт в хорошем направлении. И количество туристов растёт. На данный момент, вы знаете, что будут проводиться большие мероприятия в Азербайджане в этом году. Это Формула-1, КОП-29. И основная часть туркомпании сейчас проводят в этом направлении работы. Они подготавливаются, встречают туристов. Я думаю, что мы справимся. В рамках ассамблеи прошли выборы членов правления ассоциаций и председателя, которым вновь стал Юйданинских романов. А в ходе последующих панельных дискуссий были рассмотрены вопросы подготовки к летнему сезону и повышения привлекательности страны для туристов. Также обсуждены ликвидация сезонности в туризме, развитие выездного и внутреннего туризма, новые направления в выездном туризме и ряд других тем. По итогам встречи участники ассоциации приняли резолюции и рекомендации по дальнейшему развитию туристической отрасли в Азербайджане. За первые четыре месяца текущего года Азербайджан увеличил экспорт газа на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов. Согласно официальным данным, за указанный период по трубопроводу Танап в Турцию поставлено 1,8 млрд кубометров газа. При этом добыча газа в Азербайджане составила 16,7 млрд кубометров, что на полмиллиарда кубометров больше, чем годом ранее. Приблизительно 8,5 млрд кубометров из этого объема было отправлено на экспорт, подчеркнув Первис Шахбазов. Кроме того, за отчетный период добыча нефти и конденсата в Азербайджане составила 9,6 млн тонн. Экспорт жидких углеводородов составил почти 8 млн тонн. Движение контейнерных грузов между портами Казахстана Актау и Азербайджана Баку в апреле достигли рекордного показателя. Так, по данным дочернего предприятия Казмунайгаза Казмор Трансфлот, перевозки составили 2850 20-футовых эквивалентных единец. Это примерно 35 тысяч тонн различных грузов. Средний ежемесячный показатель составляет 2500 единиц. А в целом с начала года между двумя портами только казахскими контейнеровозами транспортировано более 100 тысяч тонн груза. В сообщении с Казмунайгаза отмечается, что контейнеровозы играют важную роль в морской логистике между Азией и Европой. В месяц осуществляется 8-9 круговых рейсов. Расширение возможностей сотрудничества и укрепление существующих взаимоотношений обсудили председатель Национального банка Кыргызстана Кубаничбек Бокантаев, прибывший с рабочим визитом в Баку, и председатель Центробанка Азербайджана Талия Кязымов. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Стороны выразили уверенность в том, что документ будет способствовать дальнейшему укреплению связи между учреждениями. В рамках визита делегации из Кыргызстана ознакомилась с деятельностью различных структурных подразделений Азербайджанского Центробанка с целью обмена опытом. В сельскохозяйственной отрасли Польши сохраняются проблемы. Фермеры недовольны падением доходов из-за экологических ограничений Евросоюза и конкуренции с импортируемой агропродукцией. Польша отменила переговоры с Украиной по экспорту зерна. По данным СМИ, Варшава обвинила Киев в коррупции. В Украине опровергли это заявление, отметив, что переговоры перенесли до момента, пока не будет назначен новый министр аграрной политики страны. Тем временем протесты польских аграриев, недовольных падением доходов, распространились от границы до парламента страны. Здесь голодовку из-за зелёного соглашения Евросоюза проводят пять польских фермеров. По их словам, экологические нормы ЕС вытесняют их из бизнеса. Протестующие требуют встречи с премьер-министром Дональдом Туском. А на прошлой неделе группа из 14 фермеров оккупировала парламент Польши. Мы здесь, в Семя, бастуем против политики, в первую очередь Европейского Союза и лени наших польских законодателей фермерского происхождения, которые имеют право заниматься нашими делами. Но эти проблемы становятся всё хуже. Скоро урожай. Мы не знаем, по каким ценам мы его всё продадим. Мы здесь четверга, а сегодня начали голодовку. Мы хотели бы встретиться с Дональдом Туском, чтобы изложить ему наши требования. Мы хотим посмотреть, как он на них отреагирует. Зелёный курс применяется ко многим отраслям и сильно влияет на сельское хозяйство. Много правил, которые отражаются на нашей прибыльности и цене продукции. Помимо экологических ограничений, предприниматели Евросоюза, в том числе из Польши, последние месяцы выступали против импорта дешёвых продуктов питания из Украины. И поскольку назначенные с Киевом переговоры отложены, данный вопрос пока можно считать нерешённым. «Я в долгах. Я думал, что цена будет подходящей, и я продам товар с какой-то минимальной прибылью. Именно сейчас мне пришлось влезть в долги, чтобы посадить новые культуры. Во-первых, нет никакой перспективы получения прибыли. Во-вторых, опустошить мои склады не так-то просто, из-за того, что желающих купить наше зерно нет. Потому что пшеница поступает и за границы». От Евросоюза фермеры уже добились уступок по поводу «зелёного соглашения». А правительство Польши ранее пообещало выплатить субсидии аграриям на 529 миллионов долларов. Таким образом, власти пытаются компенсировать низкие цены на зерно. Но предприниматели считают, что этого недостаточно. Дальнейшее развитие событий, возможно, зависит от будущих переговоров Киева и Варшабы. Самира Розаева, CBC Ну что же, недовольство фермеров достигло пика. А как будет реагировать Евросоюз, покажет время РУФАТ. На этом у нас всё. Спасибо, Салатан. Салатан Розаева представил самые актуальные новости экономики. Ну а мы продолжаем наш выпуск новостей. Премьер-министр Греции Кириак Азмицатакевс посетил Ангару в ответ на визит в Афины президента Турции Раджа Патайпа Эрдогана в декабре прошлого года. Лидеры двух стран обсудили вопросы в сфере технологии, туризма и экономики. Визит премьер-министра Греции в Ангару стал первым подобным визитом за пять лет и даёт возможность оценить прогресс, достигнутый за последние месяцы. Визит премьер-министра Греции является ещё одним важным шагом для укрепления отношений между Ангарой и Афинами. В столице Турции Кириакос Азмицатакевс встретился с президентом этой страны Раджепом Таипом Эрдоганом. После переговоров было сделано совместное заявление. Лидеры двух стран рассказали о дальнейшем двустороннем сотрудничестве и его приоритетах. «Когда я был в Афинах в декабре, я выразил уверенность в том, что между Турцией и Грецией нет настолько больших проблем, которые невозможно было бы решить. Чтобы получить больше результатов, этот процесс нужно продвигать вперёд». Двусторонние контакты в Анкаре рассматриваются как продолжение визита Эрдогана в Афины 7 декабря прошлого года. Подписанная тогда Афинская декларация о дружественных отношениях и добрососедстве также считается основой переговоров, которые прошли в Анкаре. После подписания данного документа обе стороны согласились развивать двусторонние отношения, взаимное уважение и мирное сосуществование, при этом разрешать все споры между сторонами путём мирных договорённостей в соответствии с международным правом. Как отмечает турецкий эксперт, участившийся в последнее время диалог между Анкарой и Афинами, рассматривается как один из важных шагов направления нормализации отношений между двумя странами. Греция может многим поделиться с Турцией. Приоритетными направлениями сотрудничества были названы туризм, транспорт, энергетика, наука, технологии, сельское хозяйство и здравоохранение. Но главная задача – это почти двукратное увеличение товарооборота с 6 до 10 миллиардов долларов. Также Эрдоган и Мицатакис обсудили проблему нелегальной миграции. И, конечно же, в центре внимания были напряжённость на Ближнем Востоке. Турецкий лидер высказал своё мнение о Хамас. Как сказал президент Турции, Хамас – это движение сопротивления, которое защищает свои земли. Несмотря на то, что мнения Эрдогана и Мицатакиса по этому вопросу не сошлись, в этом контексте я хочу отметить, что именно после усилий Турции некоторые страны Запада призвали Израиль прекратить вести боевые действия. Нынешняя риторика как Анкары, так и Афин относительно двусторонних отношений кардинально отличается от тех заявлений, которые оба государства делали ещё в прошлых годах. В мае 2022 года Мицатакис обвинил Турцию в нарушению суверенитета Греции и попытке подорвать стабильность в Восточном Средиземноморье. В своём выступлении 17 мая в Конгрессе США премьер заявил, что Турция должна немедленно прекратить пролёты своих военных самолётов над Греческими островами. Президент Турции ответил на это довольно резко. «После такого для меня больше не существует никого по имени Мицатакис. В любом случае, США не будут принимать решения с оглядкой на его заявление». Коммуникации в подобном тоне между Грецией и Турцией продолжались многие годы. Однако эксперты считают, что потепление в отношениях наступило после разрушительного землетрясения, с которым Турция столкнулась в феврале прошлого года. Греция тогда оперативно направила помощь соседнему государству. Начался судебный процесс по уголовному делу о коррупции в отношении американского сенатора Роберта Менендеса, известного своей дружбой с армянским лобби. Ранее прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула сенатору обвинение во взяточничестве, в вымогательстве, препятствовании использования закона и в действиях в качестве иностранного агента. Роберт Менендес наконец предстал перед судом. 13 мая стартовал судебный процесс в отношении проармянского сенатора, известного своими провокационными заявлениями в адрес Азербайджана. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинение в адрес Роберта, из которого следует, что тот, используя свою власть и влияние, занимался лоббированием интересов Египта для собственного обогащения. В качестве председателя Сенатского комитета по международным отношениям, Менендес незаконно заключал выгодные деловые сделки для нескольких партнеров с правительствами Египта и Катара. Прокуратура утверждает, что найденные во время рейда летом 2022 года в доме Роберта 13 золотых слитков и более 480 тысяч долларов наличными являются вещественными доказательствами участия сенатора в коррупционных схемах. Обвинение также затронули супругу сенатора, известную армянскую активистку Надину Арсланян. Пару обвиняют в тщательно разработанной коррупционной схеме, которой они пользовались на протяжении нескольких лет. Однако Арславян будут судить отдельно. Слушание ее дела назначено на июль. Менендесу предъявляют очень серьезные обвинения. Это второй суд по его коррупции. Первый был в 2017 году. На сей раз были найдены очень серьезные улики, золотые свитки, несколько сот тысяч долларов, шикарный автомобиль Мерседес, подаренный его жене на один. И суд предстоит очень серьезный. Менендесу ставится в вину, что он защищал интересы иностранных правительств, это Египет и Катар, не будучи зарегистрированным в качестве агента, и на агента, и получал от них взятки. Несмотря на то, что судебное разбирательство бросили тень на и так испорченную репутацию Роберта Менендеса, старший сенатор от штата Нью-Джерси не собирается подавать в отставку. В случае, если его оправдают, он планирует баллотироваться в ноябре 2024 года на четвертый срок в качестве кандидата. Этот суд привлек внимание и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. Однопартийцы призывают Менендеса освободить свой пост и вступить дорогу на сенатское место более достойному кандидату. Шансы Менендеса на сей раз невелики, хотя он заявляет о своей невиновности и заявляет о том, что он отстоит свое честное имя, и более того, он планирует оставаться в политике. Я думаю, что его не посадили, это маловероятно, что посадили сенатора, тем более с демократической партией. Но все равно это дело не очень хорошо, репутация партии, поэтому они, я думаю, хотят быстрее рассчитывать на вопрос, и рассчитывать, чтобы он по корме стал, ну, чтобы он пошел на пенсию, например. И там будет уже другой демократ, другой член демократии будет займать его место. Штат Нью-Джерси полностью под контролем демократической партии, потому что там абсолютно будет еще свой человек, их человек, на пост этого, вместо Менендеса. Помимо скандальной репутации, Роберт Менендес также известен своей проармянской позиции. Последние 20 лет сенат Эрис Нью-Джерси активно принимал участие в мероприятиях армянской диаспоры в США, проводил митинги в поддержку сепаратистского режима в Карабахе, а также продвигал антиазербайджанские резолюции в Сенате. Боб Менендес действовал в интересах армянского лобби и с 1995 года входил в так называемую группу по армянским делам Конгресса США. Он блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также активно выступал за признание и осуждение так называемого геноцида армян. Впрочем, свою нелюбовь к Азербайджану и Турции он не скрывал никак. А вот незаконное обогащение с помощью своих армянских друзей Менендес пытался отрицать, но правда все равно всплыла. Сенатер Менендес, он открыто выступает против Азербайджана, и он открыто говорит, что он защитник Армении. Можно, это несложно догадаться, почему у него жена армянка, армянское прохождение, поэтому здесь абсолютно ничего неудивительного. Как отмечает издание «Политика», сейчас, несмотря на многочисленные улики, исход следствия также не очевиден. Обвинению предстоит доказать связь между получением взяток и попытками Менендеса оказать политическое влияние в интересах подкупавших его лиц. Учитывая предвыборную кампанию в США, вполне возможно, что Менендеса могут попросить уйти в тень, чтобы не раскачивать лодку демократов до ноября 2024 года. Госсекретарь США Энтони Блинкин прибыл с необъявленным визитом в Украину. Глава Госдепа запланировал встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Украины. Примечательно, что визит проходит на фоне продвижения российских войск в Харьков и обстрелов украинских городов на севере страны. Подробнее в следующем сюжете. США хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, которая изо всех сил пытается отразить российские атаки на северо-восточной границе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин, комментируя ранее необъявленную поездку в Киев. Блинкин, прибывший в украинскую столицу рано утром, надеется послать мощный сигнал уверенности украинцам, которые, очевидно, переживают очень трудный период. Визит проходит на фоне активного наступления российских войск на Харьков. Москва уже предпринимала попытки взять город два года назад, в первые дни войны. По информации Генерального штаба ВСУ, российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск, в харьковском направлении, из которого уже началась эвакуация мирных жителей. А за последние дни Минобороны России сообщало, что их подразделения заняли несколько населённых пунктов в Харьковской области на границе с Россией. «Бои идут в 500 метрах от моего дома. Река Вовча протекает рядом с моим домом, русские находятся на другой стороне. Украинские танки въезжают, стреляют с другой стороны и выезжают. С другой стороны всё время раздаются крики. Возможно, слышно, как людей берут в плен. Я не знаю. Раздаются какие-то военные приказы. Всё время стреляют. Снаряды летят постоянно, днём и ночью». Мы помогли гражданскому лицу. Его привезли из Волчанска. Он выходил из своего дома, попытался закрыть двери, но российский солдат выстрелил в дверь, и мужчине прострелили руку. Пальцы были ампутированы. «Были небольшие российские группы, которые пытались проникнуть на территорию и улицы города. Но вооружённые силы Украины отразили эту попытку. Сейчас город полностью находится под контролем ВСУ». Несколькими часами ранее эвакуацию жителей также объявили в двух населённых пунктах в Сумской области. В областной военной администрации уточнили, что эвакуация добровольная, и перемещение жителей проходит из-за приближения российской армии и участившихся обстрелов в регионе. Ранее стало известно о повреждениях инфраструктуры в результате взрыва в городе Сумы. Официальный ресурс местных властей сообщил, что был нанесён ракетный удар, в результате чего повреждена инфраструктура пригорода областного центра. Эллада Мамедова, CBC. Соединённые Штаты в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Об этом накануне заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга во время прямой трансляции. Американский дипломат отметил, что о таком шаге будет объявлено уже в ближайшее время. По его словам, Киеву не следует ожидать военных поставок каждую неделю, и Украина на этой неделе получит только часть оружия из нового пакета военной помощи Белого дома. Остальная её часть находится в пути. Две-три недели назад президент подписал контракт на поставку вооружений стоимостью в один миллиард долларов. Часть этого оборудования уже находится на поле боя. Добавлю, что у нас будет ещё один пакет в ближайшие дни, потому что мы пытаемся действительно ускорить темпы поставок оружия. Осознавая, что из-за задержки поставок Украина оказалась в опасной ситуации, и мы пытаемся вывезти её оттуда как можно быстрее. Ранее в Белом доме сообщили о выделении пакета военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для комплексов Patriot и Nassams, занятые ракеты Stinger, противорадиоакуационные ракеты. При этом Госдэ подобрил продажу Киева трёх высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймас», общая стоимость которого составляет 30 миллионов долларов. Парламент Грузии на сегодняшнем пленарном заседании в третьем и окончательном чтении примет закон об иноагентах. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе. По его словам, таким образом будет положен конец так называемой поляризации, навязанной извне. Однако протесты в Грузии не утихают. Граждане продолжают скапливаться у здания парламента на центральной улице Тбилиси. Продолжается также и масштабная забастовка студентов вузов из различных регионов страны, которые не намерены посещать занятия, пока законопроект не будет отозван. Тысячи протестующих накануне вновь собрались у здания парламента Грузии. Участники акции протеста уверены, что правящая партия «Грузинская мечта» добьется принятия закона об иноагентах. Однако они угрожают тем, что продолжат демонстрации даже после поддержания парламентом страны законопроекта. «Очень важно увидеть какие-то решительные меры со стороны Запада, Европы, США, наших партнёров, наших традиционных друзей за рубежом. Потому что очевидно, что существует подавляющее доказательство протеста внутри этого общества. Но, конечно, в полудемократическом, полуавторитарном государстве инструменты, которыми располагает общество, ограничены». «Я почти уверен, что они примут этот закон. Они сделают то, что хотят. И мы будем продолжать наши протесты до тех пор, пока сможем. Мы продолжим наш протест до выборов». Продолжаются и масштабные акции протеста студентов из более чем 30 университетов. В социальных сетях публикуются всё больше фотографий пустых аудиторий. К демонстрациям присоединились даже преподаватели и профессора. «Мы хотим сказать, что мы не согласны с этим законом, против этой борьбы. Это нехорошо для нашего европейского будущего, которое является нашей мечтой. И это всё, что мы хотим сказать по этому поводу. В этом году мы заканчиваем учёбу и хотим сказать, что мы хотим европейское будущее, а не пророссийское». Спор по поводу законопроекта стал рассматриваться как вопрос о том, продолжит ли Грузия, у которой традиционно тёплые отношения с Западом, стремление к членству в Европейском Союзе и НАТО, или вместо этого будет налаживать связи с Россией. Евросоюз, который предоставил Грузии статус кандидата в декабре, неоднократно заявлял, что законопроект может поставить под угрозу дальнейшую интеграцию Тбилиси с Блоком. Недовольные принятием данного законопроекта в США, группа членов Палата представителей Конгресса США от обеих партий, готова добиваться пересмотра политики Вашингтона во отношении Тбилиси и введения санкций за принятие в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в письме премьер-министру Грузии Ираклию Кабахидзе, которое подписали 29 американских законодателей. Отмечается, что указанный законопроект направлен против воли грузинского народа, которое желает будущего на Западе. Конгрессмены полагают, что документ предусматривает меры, схожие с теми, которые ранее были приняты в России и ряде стран постсоветского пространства. Говоря о возможных санкциях Вашингтона, отмечается, что речь идет о расширении запретов на выдачу виз в Штаты и финансовых ограничениях в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии. Между тем, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом Брайеном. Об этом сообщил премьер Ираклий Кабахидзе. При этом он отметил, что Иванишвили санкции не пугают, и он считает их несерьезными. Сравна с Гаджалиева, CBC. Евросоюз и Молдова заключают соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Как сообщает Financial Times, со ссылкой на неназванные источники Кишинео усилит обмен разведанными с Брюсселями и сможет участвовать в совместных военных учениях. Кроме того, по данным издания, Молдова присоединится к совместной программе закупок пооружений. Новое партнерство безопасности с Брюсселем будет направлено на консолидацию участия Молдовы. Молдовы в оборонных миссиях ЕС, включая живые военные учения. Об этом говорится в документе, опубликованном изданием Financial Times. Кишинео также будет интегрирован в инициативы, связанные с оборонной промышленностью, включая совместные закупки, а также увеличит обмен разведданными с Европейским Союзом. Подобные меры, как говорится в проекте соглашения, Молдова и ЕС принимают для защиты от иностранных манипуляций, кибер-угроз и террористической опасности. Мы активнее поддерживаем Молдову в обеспечении безопасности и устойчивости не только в контексте войны в Украине, но и попыток дестабилизации, которые неоднократно предпринимаются внутри республики. Молдова пережила серию кризисов, в том числе при поддержке ЕС. Мы считаем, что власти страны успешно справились с этими вызовами. Молдова, которая в октябре прошлого года впервые официально объявила Россию угрозой безопасности, подписала двустороннее соглашение о безопасности с Францией и получает определенное финансирование от Евросоюза для укрепления своей обороноспособности. Как сообщает Financial Times, официальные лица сообщили, что предложение будет обсуждено европейскими дипломатами на этой неделе и должно быть официально подписано на следующей неделе.